Доброе утро! Это 17 июня 2023 года. Вот письмо от брата Джозефа Бранхама из Кинни Бранхама, Джефферсон Вилли, стад Индиана. Итак, вот брат Джозеф. Дорогие верующие непогрешимого слова. Как замечательно было слышать и читать эти семь церковных веков. С каждым посланием, которое мы слышим, с каждой главой, которую мы читаем, он дает нам все большее откровение. Мы ясно видим себя, спускающихся через каждый церковный век, его невесту, которая осталась с первоначальным ловом. На протяжении веков мы ясно видим двух духов – сатанинское коварство и ложь, извращающие Божье Слово вокруг, обманывающие, развращающие и покоряющие людей. Но все время оставалась маленькая верная Божья группа людей – его невеста, державшаяся за каждое слово. Людям всегда давалось одно постоянное предупреждение. Ты должен оставаться со словом. Как только ты выйдешь из-за этого слова, ты попадешь в большую паутину сатаны, как это сделала Ева с самого начала. Она не смогла использовать слово. Адам потерпел неудачу в прямом непослушании Слову. Но Иисус в своей личной жизни, соревнуясь самим собой, победил через послушание Слову Божьему. Он сказал, что если мы хотим сидеть на Его престоле, мы должны быть этим живым Словом. Наши молитвы, пост или даже покаяние не дадут нам этой привилегии. Она будет дарована только невесте Слова. Я так много хотел бы сказать и поделиться с каждым из вас цитатами. Это бесконечно. Я знаю, что это послание горит в каждом из ваших сердец. И вы любите каждое Слово, как и я. Все, что мы хотим делать, это говорить и общаться об этом. Мы хотим, чтобы мир узнал об этом. Да, мы люди с кассеты. Да, мы нажимаем play. Да, мы верим, что голос на кассетах – это то, что будет совершенствовать невесту. Да, кассеты объединят невесту. Да, нажатие кнопки воспроизведения – это совершенная воля Бога. Да, я Его невеста. Я знаю, что повторяюсь из многих писем. Но я так счастлив, так благодарен, так уверен. Это просто неоспоримо. Это Божья программа для Его невесты. С каждым посланием, которое мы слышим, мы удивляемся в изумлении. Как они могут не видеть, не читать или не слышать то, что слышим мы? Это прямо здесь, на кассете, за кассетой, за кассетой, за кассетой. Мне хочется сказать им, как Иисус сказал Никодиму. Неужели ты, господин Израиля, и не знаешь всех вещей? Просто послушай, как просто ангел объясняет это. На основании одного только человеческого поведения любой знает, что там, где много людей, есть даже разделенное мнение по меньшим пунктам главного учения, которого они придерживаются все вместе. На основании одного только человеческого поведения, без необходимости духовного понимания, каждый знает, что два человека будут иметь разделенные мнения по меньшим пунктам основной доктрины. Они могут все согласиться и сказать, что если люди не будут делать то, что они говорят, или если они оставят их, то последует разрушение. Но истинный пророк всегда будет вести людей к Слову и связывать их с Иисусом Христом. И Он не скажет людям, боятся Его или того, что Он говорит, но боятся того, что говорит Слово. А что говорит Слово? Я пошлю вам Илию Пророка. В одни голоса. Будет один Пророк, Слово. Только один. Потому что Бог посвятил откровение только этому одному. Именно Он будет тем, кто восстановит Мою невесту. С таким количеством голосов, с таким количеством мнений и цитат, как можно быть уверенным? Кто тогда будет обладать силой непогрешимости, которая должна быть восстановлена в этом последнем веке? Ибо этот последний век собирается вернуться к проявлению невесты, чистого слова. Вот кого хочет слушать невеста, того, кто обладает силой непогрешимости. Именно Он будет тем, кто восстановит невесту. У Него не будет разделенных мнений. Он – Слово. Вопрос. Господь, мы хотим знать, кто тот человек, который будет обладать словом непогрешимости. Я скажу тебе, у кого они будут. Это будет пророк, столь же тщательно проверенный, или даже более тщательно проверенный, чем любой пророк во все века, от Еноха до наших дней. Потому что этот человек, по необходимости, будет иметь пророческое служение, и Бог явит его. Ему не нужно будет говорить за себя. Бог будет говорить за него, голосом – знамение. Аминь. Ответ. Уильям Марион Бранхам. Позволь мне ободрить тебя сегодня. Избранная невеста. Вы не можете и не будете одурачены. Ты поняла это? Ни один человек не может обмануть тебя. Павел не мог обмануть ни одного избранного. Если бы он ошибался. Даже в эпоху Первой Церкви, в Эфесе, избранные не могли быть одурачены. Они испытали лжи апостолов и пророков. Нашли их лжецами и выставили вон. Невеста славы. Ты его овца. Ты слышишь его голос и следуешь за ним. Ты невеста живого слова. Нет ничего лучше, чем знать эти слова. Знать в твоем сердце и душе, что ты его невеста. Дни, которые ждал мир, наступили. Невеста осознает себя и становится одной с ним. Мы – новое творение Божие. Я снова умоляю тебя. Услышь голос Бога в воскресенье. Где бы ты ни собирался, неважно, какое послание ты услышишь, главное, чтобы ты услышал Божий голос, подтвержденный Богом. Этот голос был тем голосом, который Бог призвал и избрал, чтобы восстановить и собрать свою невесту. Все церкви, все люди, вы приглашены слушать вместе с нами в это воскресенье в 12.00 по времени Джефферсон-Вилля, когда мы услышим проповедь. На этом мы завершаем письмо брата Джозефа Бранхама. Не забудь нажать кнопку подписаться и кнопку колокольчик, или ты можешь зайти на сайт www.bransomtabernacle.org и www.fellowship.info на других языках. И до следующего раза на этом YouTube-канале. Бог благословит тебя и шалом! Субтитры создавал DimaTorzok